История с раскопками в сквере Константина Иванова в Чебоксарах получила неожиданный поворот. В конце прошлой недели археологи обнаружили там три захоронения. А в начале этой недели в парке, где идут работы по благоустройству, уже появилась могила с крестом. Это озадачила чебоксарцев. В могилах, обнаруженных на месте бывшего Николаевского собора, предположительно покоились монахини, причем высокопоставленные. Именно таких хоронили в самих храмах. Останки должны передать на изучение, а до этого момента археологи и священнослужители решили оставить их на прежнем месте. На территории западного Косогора, где сейчас находится сквер Константина Иванова, располагалось несколько церквей, два монастыря. И до 1772 года при этих церквах хранили прихожан. Сегодняшние работы строительные показали выход большого достаточного количества человеческих костей на всем протяжении вот этого, на всей площади этого сквера. Что касается данного захоронения, это его история тоже требует, наверное, объяснения. Еще в 2013 году были начаты раскопки в сквере Константина Иванова. Тогда были вскрыто несколько захоронений. И они все эти четыре года хранились в подвале в Троицком монастыре. Сейчас продолжать их хранить там просто нет никакой возможности. Кроме того, во время раскопки этого года были обнаружены новые захоронения. И тоже были они подняты. Но хранить их в Чувашском государственном институте гуманитарных наук просто нет никакой возможности. Поэтому было принято решение использовать как временное место их хранения тот раскоп законсервированный, который существует с 2013 года. Мы надеемся, что ученые смогут изучить и исследовать эти останки в полной мере. Ну и затем нужно решать вопрос о придании их земле. Это будет решаться уже не только учеными, но, мне кажется, должна сказать слово своя общественность. Будет ли это захоронение в часовне, который предполагается здесь построить, или в каком-то другом месте, это решит уже обсуждение. Вполне возможно, что все обнаруженные в сквере Константина Иванова в разное время останки будут захоронены здесь же, в исторической части города. Постановлением администрации города Чебоксары от 2005 года номер 200 утверждена инструкция, регламентирующая порядок захоронений на территории города Чебоксары. В соответствии с этим постановлением погребение должно учреждаться только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. В том числе и есть требования по установке надмогильных сооружений. Самовольное погребение в неустановленных для этих целей местах не допускается. Но понимаем, что здесь особая ситуация, поэтому в настоящее время рассматриваются варианты архитектурного решения обустройства данного места погребения. Какие еще сюрпризы припасло наше непредсказуемое прошлое, сказать трудно. Но история этого сквера с каждым днем все интереснее и интереснее. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.